Здравствуйте, я на канал Роснео, прямая трансляция. Я вас не знал до сегодняшнего дня. Ну, богато буду, наверное. Мне сказали, что вы из Новосибирска. Я сама вообще из Хабаровска. Всю жизнь прожила в Хабаровске. Получается, в 2018 году я переехала в Новосибирск. Вот почему вас так волнует все, что происходит в Хабаровске. Когда забрали моего губернатора, незаконно тем более. Это не то, что меня сколыхнуло, а мне просто прям настолько возмутило. Понимаете, я вышла в Новосибирске 25 июля. Теперь выхожу каждую субботу в 12 часов дня на площадь Ленина в Новосибирске. И народ выходит, как бы, то есть все поддерживают. То есть сейчас по субботам народ выходит в Новосибирске за Хабаровск? Конечно. Никогда не было в Новосибирске такого, чтобы по субботам люди выходили в 18 субботу подряд. Никогда этого не было. То есть вот у нас площадь, она намоленная сейчас. Мы там уже, значит, все люди знают, что в дня мы выходим на площадь за Сергея Ивановича. Значит, плюс, ну, освещаем проблемы дольщиков. Ну, то есть все проблемы, которые касаются вот и в Новосибирске. И против Путина выходим, да. Почему бы нет? Ян, скажите, а до событий в Хабаровске вы были гражданские активисты? Можно так сказать? Если честно, я была вообще аполитична. Я, конечно, ну, не уважала эту власть, да. Мне было, как бы, обидно и больно, что ничего себе получается. Говорю, вот в самой богатой стране люди живут бедно. Ну, точка кипения стала именно то, что когда Сергея Ивановича вот незаконно забрали все, или писав ему статьи какие-то, что он кого-то когда-то убивал, когда вообще-то, получается, в 15-м году, да, в 4-м году, получается, был суд, доказали, что он невиновен. Ну, это просто, видите, дело политическое. Это действительно политическое. Он не угоден стал Путину, потому что он реально край стал поднимать с колен. Реально, я вот, значит, в 18-м году я голосовала за Сергея Ивановича, значит, в сентябре. Я реально вот до 19-го года, до июня жила еще, да, мы прилетели 8-го июня в 19-м году у нас. За вот это время я увидела изменения, реально. Он сиротам дал квартиры, он вот эти, значит, как госслужащим, да, снизил зарплаты. То есть он очень много для края делал, для края, для города. Поэтому он и народный стал, поэтому и народ встал за него и пошел. И не стеснялся, например. И не стеснялся, выходил, да, то есть. А мне сказали, что вы еще и в Хабаровск приезжали этим летом. Да, 12-го сентября совершенно верно. А, не летом сентября, 12-го сентября. 12-го сентября, это был 64-й день протеста, как сейчас помню, да. Это суббота была? Конечно. Я прилетела в пятницу, да, и в субботу я вышла. Вместе со всеми? Да, я познакомилась со всеми активистами. То есть мы вышли, прошли. Вот сзади меня 15 тысяч человек, это такая мощь. То есть я помню это, не забуду никогда мне. Прямо аж гордость распирает за моих хабарачан, за моих земляков. Я вот всех поддерживаю, всех. Все равно это когда-нибудь закончится. Я так думаю, что 9-го декабря все-таки Сергея Ивановича выпустят или, получается, ему меру пресечения все-таки на домашний арест сделают. Его привезут в Хабаровск. Вы знаете, да, что сейчас собирает подписи? Знаю, да. Вот как раз вот там вот за нашими... И мы в Новосибирске собираем тоже. Да. Конечно. А кто организует сбор этих подписей? Ну, скажем, в Новосибирске, да. Мы с Андреем Кайгородцем, тоже наш активист, мы организовали, да. Вот вы тот самый человек, который в Новосибирске... Ну, я не могу оставаться в стороне так. Поэтому сейчас тоже подпись поставлю здесь, если можно. Я слышал, что в Хабаровске арестовали или задержали Ангела. Да. Да? Что вы об этом думаете? Да я в шоке просто. В Хабаровске идет, еще раз говорю, в Хабаровске идет полностью как репрессии. Подавляют участников протеста. Значит, людей запугивают. Был вот недавний случай, да, вот я скажу, даже вот за Сергея, которого ни за что. Он вообще, он корреспондент. Право не имели его забирать, похищать. Вы имеете в виду Сергея Нес? Конечно. Забирать, похищать. А, давайте мы его покажем сразу, чтобы все имели представление о Камрете. Трансляция была, что мы просто в шоке, они его забрали, увезли там на кладбище, давай его прессовать, там, пугать. Ну, я понимаю, мы-то дети 90-х, понятно, мы пуганные, но до такого доходить уже, понимаете, это, я просто, идет просто в Хабаровске идет просто подавление участников, чтобы люди боялись и не выходили. Нас не запугаешь. Они же не знают, что мы дальневосточники, у нас в крови это, понимаете. Нас не запугаешь. Но сибиряки тоже на то. Ян, как возникла идея приехать в Москву и вообще какова цель приезда в Москву? Цель приезда в Москву, ну, выйти сюда, выйти на площадь и приехать в Халифортово, включить на всю катушку наши песни. Что вы сделали? Что мы сделали, конечно. Ну, Сергей Иванович, я думаю, услышал, потому что мы вокруг обходили много раз, мы знаем даже, какой он камер на четвертом этаже, мы включили на всю катушку, он услышал эти три песни. А как вы узнали, где он, в какой камере? Ну, не в той же какой камере, а мне сказать, что на четвертом этаже. А, значит. Это и свои источники, да, есть. Как бы не буду об этом... А, и вы обошли вокруг, и таким образом вы гарантировали, что он этого услышит? Конечно, сто процентов услышит. Здорово. Я смотрю, что плакаты у вас клеены, переклеены уже, да. Он боевой, да, боевой, ну, надо реанимировать. С этим плакатом они приезжали? Да. А когда меня закрывали, видите, вот меня тут, вот, Яну на свободу, меня же тоже вы выехали. Яну на свободу. Да. Меня тоже штрафовали уже, и закрывали, вот, ну, не боюсь просто. Я буду выходить до тех пор, пока Сергея Ивановича вот не выпустят, или меру пресвечения ему не поменяют. Буду выходить в каждую. Ян, как удается ли вам народ привлечь вот к этому движению в Новосибирске? Видите ли вы какую-нибудь динамику? Да. Люди поддерживают, очень много людей поддерживают. Значит, есть даже диванный полк, который поддерживают. Диванный пункт? Полк. А, диванный полк, да, которые боятся выходить. Диванные войска. Да, которые боятся выходить, но они пишут, они поддерживают. Они пишут, если что-то случится, мы встанем и пойдем за вами. Все без проблем. То есть в Новосибирске действительно, если изначально, да, первые две субботы люди как-то, ну, столь не стеснялись, столь не боялись выходить, да, было немного, но с каждой субботы все больше, больше, больше. Они приходят, благодарят, что у нас, что мы такие активные, что мы поддерживаем хабаровчан, да, Дальний Восток, то есть освещают свои проблемы, мы их поддерживаем. То есть мы все вместе, мы едины. Поэтому пока мы едины, мы непобедимы. Яна, вот вам, да, Юлия, привет с Новосибирска вам передает, что вас смотрят. Привет, привет. Какие поднимутся? Утром будем в Новосибирске. Вы сегодня ночью прилетели в Москву, да? Получается, что во вчерашней субботней акции в Новосибирске вы принимали участие, да? Конечно, конечно, как же я могу пропустить? Если я не выйду в субботу в Новосибирске, значит меня закрыли. А так, если я даже заболею, у меня будет 39, я приползу на площадь, это правда. Спасибо. Продолжение следует...